Добрый день! Мы рады вас приветствовать в пресс-центре Интерфакс Урал в Екатеринбурге. Начинаем нашу пресс-конференцию. Сегодня она посвящена программе работы фан-зу на чемпионат мира по футболу в Екатеринбурге и особенному дню, когда пройдет музыкальный фестиваль «Маяк». Мы поговорим об этом подробнее с нашими экспертами. Рада вам представить Ильяма, руководитель дирекции городских праздничных мероприятий, директор Центра футболы Урал. Добрый день! Добрый день! И Екатерина Кельман, исполнительный директор Телекун. Здравствуйте! Здравствуйте! Корреки, мы работаем как обычные. Вначале самое главное для вас, затем мы отвечаем на вопросы. Илья Николаевич, вам слово. Добрый день! Я подписан на страничку в Фейсбуке FIFA, и каждый день они делают 58 дней, 57 дней, 56 дней. И для меня это выступает 56 дней, 55 дней. Мне кажется, так уже близко, скоро в наш город приедут многие любители футбола. Не только футбола, потому что, конечно, для нашей страны это уникальный случай, когда есть возможность, правда, войти в историю. И очень здорово, что мы живем в этот период, и наш город Екатеринбург не оказался в стране, вот этого большого проекта. ФИФА, как вы знаете, уже не первый чемпионат, устраивает такую историю, как фестиваль болельщиков FIFA FanFest. Этот фестиваль пользуется большой популярностью, потому что стадион может поместить не всех желающих. И очень, мне кажется, было правильное решение в свое время организовать совместный просмотр футбольных матчей на большом экране. И тем более, что этот просмотр всегда дополнен какими-то развлекательными активациями и дополнительными эмоциями не только от самого футбола, но и от некой общности, вкусной еды, пива, не просто этого слова, и других необходимых атрибутов футбольного фаната. Мы в Екатеринбурге, помимо привычных каких-то историй, пытаемся разнообразить своих болельщиков, и здесь уже каждый город-организатор имеет такое право насыщать свой фестиваль какими-то новыми решениями, какими-то новыми штуками. Я думаю, что мы чуть позже про это еще будем много разговаривать. У нас запланирована целая серия фест-конференций, мы ведем переговоры с огромным количеством болельщиков, поставщиков. Сегодня все-таки главный наш повод это 8 июля, но тем не менее, перед тем, как передать слово Екатерине, я бы хотел очень быстро пролистать презентацию, которая была показана в минувшее воскресенье международному сообществу журналистов и людей, которые освещают деятельность городов-организаторов по подготовке к чемпионату мира. Если кратко, то такой самый интересный слайд. Это предстоящая фан-зона, которая, как известно, будет в парке Мальковского, в главном городе парк. Там уже закончено благоустройство, и на этой неделе, 20 апреля, заезжает первая фура с железом, с оборудованием для начала строительства вот этой истории. Как вы видите, главная сцена. Вот здесь будет главный вход. С центрального входа большое количество спонсорских активаций. Мы строим специальную зону госпитализма в виде ресторана, и в этом мы уникальны, как город Китинбург, потому что мы очень все любим вкусно покушать, и вообще ресторанная сущность нашего города очень сильно развита. Здесь будет зона плейграунд, и детская зона. Это тоже не требование, а наша инициатива, чтобы фестиваль болельщиков был интересен для посещения не только взрослым, не всегда бритым мужчинам, но и женам их, и детям, и в общем всем. Там будет кикеры, там будет возможность поиграть на приставке кинфу, и там будет возможность разных интерактивных аттракционов, которые мы специально разрабатываем. То есть мы сейчас находимся в стадии, уже финальной стадии выпуска нескольких мобильных приложений, которые здесь пригодятся. Зона фудкорта тоже, как нам кажется, наше, ну такое, ноу-хау, потому что она будет специально изготовлена. Это будет такая история с быстрой едой, с быстрыми напитками, очень классно мы сделали такой сервис, еще и все будет быстро происходить. Конечно, мы надеемся, что всех желающих мы сможем накормить. Центральная сцена, вот она будет вот здесь, внизу, и перед ней 17 тысяч человек комфортно разместятся для просмотра футбола, ну и всех концертных преступлений. Разумеется, много вопросов появляется без опасности, пожарных ходам, выходам, подъезды, скорая помощь, постоянное дежурство, все это запланировано. Транспортная логистика фестиваля, как вы знаете, каждый день, каждый игровой день будет обеспечены шаттлы, будет несколько перепадающих парковок, в том числе и на Экспо, мы можем при этом помешине, и шаттлы будут курсировать от парковки Экспо до парка Мельковского. Также будет ежедневный маршрут из центра города на новых автобусов, который запутан специально для этого будет бесплатно, и люди смогут добраться на фан-зону Экспо. Вот так это рендер. Рендер это не картинка из интернета, то есть это рендер того, как мы будем строить зону подпорта. Там будут сидящие, стоящие места, все будет в дереве, и все будет, повторяюсь, очень современно сделано. В зонах хоспиталити мы, согласно концепции гостеприимства, должны сделать зону хоспиталити, так называемую, в первую очередь для того, чтобы было комфортно маломобильную группу населения, но также эта зона хоспиталити будет работать для гостей города, для официальных партнеров ВИПА, для иностранных декоматических миссий, которые захотят прийти сюда на фан-зону. Предварительное расписание нашей цели болельщиков, как я думаю, что вы уже знаете о том, что 14 июня группа ЧАЭВ выступит на открытии перед матчем России с Угландской Аравией, ну и дальше мы для себя выбрали такую концепцию усиленной активации уикендов. Мы понимаем, что несмотря на популярность футбольных некоторых матчей, мы самый восточный город, и здесь есть некие временные нюансы, поэтому в основном мы сконцентрировали на выходные. 16-18, июня 24-е, 30-е, 1-е, 6-7, 14-15. Каждый выходной имеет некий такой свой контент. Вы видите, это будет латино, dance challenge, линия, рок-у-икенд, family-у-икенд и final-у-икенд. Интерактивная активация очень клевая, как мне кажется, сделанная. Это по сути шумометры, но эти шумометры очень интересно реализованы визуально, и я думаю, что мы точно заставим всех людей покричать, поболеть за свою единую команду, и я думаю, если мы планируем, что в среднем посещаемость фан-зоны будет от 5 до 10 тысяч человек, что это будет очень здорово и необычно для нашего города. Такого вот именно с такой визуализации еще не было. То есть все официально тоже согласовано с форкомитетом, с ФПА, в общем, все эти истории будут очень разукрашены. Ну и ряд павильонов, интерактивный зон, как я уже говорил, в зону детских активаций, ну и спонсорских активаций, их будет довольно много. Например, мы будем строить такие два восьмиугольных футбольных поля, где можно будет попробовать связь силы в поединках 2 на 2, 1 на 1, папа с ребенком, и в общем, там выставить маленькие ворота, это все будет очень любопытно и интересно. Ну, здесь для СМИ, я думаю, что для вас эта информация не новая, но тем не менее повторюсь, есть несколько вариантов аккредитации для средств массовой информации. Первый вариант аккредитации, то, который является федеральной, вы должны подать заявку в городском комитет, и вы будете иметь федеральную аккредитацию, которая позволяет вам работать во всех городах-организаторах. Дальше, для того, чтобы пройти на фан-зону, у нас есть своя система аккредитации, она представлена на сайте ekaterinburg217.ru, вы можете ее не иметь, но для того, чтобы зайти на фан-зону, вам так или иначе нужно зайти в вагончик аккредитационный, который будет находиться именно там, на фан-зоне, со своей уже имеющейся аккредитацией, и подписать правила работы на фан-зоне, это обязательно требование фау, комитета и все свои структуры, и получаете некий такой дейпасс на основании вашего бейджа, который у вас уже есть, с тем, чтобы работать на фан-зоне. Также, есть смысл заранее аккредитоваться именно на фан-зону отдельно, в общем-то, для занятия, скажем так, хорошего места на медиаплатформах, что они не очень большие, там 2 на 3 метра, если вы хотите, например, на открытие или на какие-то знаковые еще события, которые будут точно полуфинала, финала, точно будет много людей, и какие-то специальные мотивации, это можно сделать, если специальный человек, который этим занимается. Ну, в общем, на этом презентация все. Мои контакты в случае с фан-зоной, и самое главное, надо запомнить сайт Актерьмы-2018, на который мы будем постоянно обновлять информацию по всем вопросам, связанным с фестивалем Боречка. Ну, и теперь 8 июля, самое интересное. Аккредитов, как я говорил вначале, выбирает для себя, что ему делать вне игровой день. Можно отдыхать, а можно не отдыхать. Екатеринбург, конечно, в ней любит отдыхать, Екатеринбург очень любит творить, очень любит делать какие-то крутые проекты, и год назад, наверное, мы когда-то долго тоже сомневались, надо, нам не надо, понимая, что ресурсы достаточно ограничены в нашем городе. Но все-таки как-то удалось нам себя, прежде всего, убедить, потому что это необходимо нашему городу. Вдохновением послужило мой визит в 16-м году на чемпионате группы футбола, когда я приехал на их футбол, и увидел в рамках проведения фан-зоны в Норсейских полях, там были афиши, группы Ньюз, и я пошел на этот концерт, причем концерт, стоимость билета была очень высока, потому что массовое посещение этого концерта было чуть-чуть переобрубовано, и на огромной сцене с просто чумовыми техническими средствами, звуком, светом, экранами, лазерами и прочим. Случился концерт Бип-Ньюз, и у меня это, ну, на сегодняшний момент, наверное, одно из самых ярких впечатлений от концертов, на которых я когда-либо бывал. Но тогда я приехал оттуда с четким пониманием того, что мы не можем этого не сделать. Я начал бегать в город, искать людей, которые могут им в этом помочь, и так произошло, что компания Телеклуб, да, пошла на встречу, и это очень круто, что в нашем городе живут такие люди, которые такие, а, ну, давай, сколько там чего, как, это все мы потом решим. Но главное, что я увидел в глазах наших партнеров некий огоньер, который меня так убедил в том, что мы это сможем сделать вместе. И это есть энергия, некая ресурсов. То есть в данном случае со стороны города мы предлагаем полную инфраструктуру. По сути, она готова, эта инфраструктура, фестиваль болельщиков. Это большая очень сцена, очень красивая, очень качественный, конечно, комплект звукового, сетового, оборудования, другие самовместимость, рекорд, скорая помощь, безопасность. То есть все сделано на высшем уровне, и, конечно, сам Бог придел что-то там устроить. А что? Что расскажет, Григорьевский. 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 Вы представили музыкальный фестиваль «Мояк» сегодня. Екатерина, вам слово. Мне кажется, первый раз мы встретились где-то в декабре, обсуждая идею того, что такое мероприятие должно пройти в Екатеринбурге. Так как мы 10 лет занимаемся концертами, мы, на самом деле, всегда очень хотели сделать масштабный, действительно, федерального уровня музыкальный фестиваль. Но, к сожалению, в нашем городе нет площадки, которая бы позволяла сделать что-то с посещаемостью более чем 7 тысяч человек. Поэтому мы были очень рады услышать такое предложение, поняли, что это абсолютно реально. И мы перебирали, на самом деле, очень много разных вариантов артистов, но лето в мировом музыкальном сообществе это прежде всего сезон фестиваля. Поэтому на каждые выходные в мире несколько десятков очень крупных фестивалей, поэтому конкурировать с Францией и другими крупными странами в Европе и вообще во всем мире довольно сложно. Поэтому мы решили, что первый фестиваль, который мы организуем, мы сделаем исключительно с исполнителями русскими. и естественно нам очень хотелось заполучить в лайнап земфиру. Прежде всего разговор мы начали с ней. Она не была в Екатеринбурге с 2016 года и нам показалось, что это самое время вернуться. И это был первый подтвержденный артист в лайнапе, дальше мы начали переговоры со всеми остальными. В фестивале мы думали, что он должен получить какое-то свое название, он не может быть просто концертом в рамках событий, не игровых дней в фан-зоне, поэтому он обрел имя «Маяк». Прежде всего это привязка к парку Маяковского, а также мы воспринимаем это как какое-то название, символизирующее музыкальные ориентиры. 8 июля площадка позволяет вместить 17 тысяч человек, к сожалению, сейчас еще рано говорить о том, на самом деле, сколько фестивалей посетить, мы рассчитываем увидеть 12-15 тысяч, но пока довольно хороший ажиотаж мы видим у нас по посещаемости на сайте, по реакции средств массовой информации, мы рассчитываем на то, что люди действительно приедут и с других городов, несмотря на то, что вчера Земфира анонсировала свой концертный график, и она выступает также на других фан-зонах, но только в Екатеринбурге заявлен на данный момент именно фестиваль в рамках фан-зоны с другими артистами. Вот наш состав, он окончательный, мы не планируем добавлять других артистов, сплинзинбург, тельфины B2, я думаю, что всем знакомы имена, если у вас будут относительно состава какие-то вопросы, я отвечу. билеты уже в продаж, билеты пока мы продаем только на сайте телеклуба, стоят они от 3 до 8 тысяч рублей, у нас есть фан-зоны, непосредственно чай, перец, танцевальный портер, и сидячие места, расположенные в зоне госпиталити, которая будет закрыта от дождя, фестиваль начнется предварительно в 16.00, закончится в 23.00, это у нас действительно цивилизация, примерно так, ну и мы очень рассчитываем на то, что фестиваль пройдет успешно, и не единожды пройдет в Екатеринбурге, мы надеемся, что он будет проходить и дальше ежегодно, и станет отличным поводом для посещения Екатеринбурга жителями других городов и может быть стран. Большое спасибо, очень интересная история, мы хотели с вами сегодня представить вам коллегию, и готовы к вашим вопросам, пожалуйста. Что что такое снафиры? уникальная история, вы немного уже об этом сказали, действительно это первый такой масштабный музыкальный фестиваль в нашем городе, верно? Но он в формате концерта с 4 часов до 11 на одной площадке сразу несколько выступающих. Да, у нас в Екатеринбурге, как я уже говорила, просто не было никогда площадки, которая бы позволяла устроить такой масштабный фестиваль, сопоставимый с мировыми аналогами. Это 4 очень крупных артиста, которые сам по себе собирают полные залы. Это 48 метров сцены шириной 24 метра высотой. Это действительно такое же ощущение от фестиваля, который можно получить, поехав на европейский крупный фестиваль. Это действительно впервые фестиваль с платным входом, когда это не день города, не ночь музыки, не подобные фестивали. Это конкретно настоящий рок-фестиваль. Спасибо, Ириана. Сколько никогда эта история для России, чтобы происходить у нас в тюрьму нет? Действительно, да, в других городах в рамках книговых дней тоже люди размышляют, и мы сегодня знаем график выступления, мы видим, что Зенфира будет в нескольких других городах, не во всех, всего городов 11, которые принимают публичный шемпионат, она будет в 5 или 6 города, в половине городов будет выступать, но она будет только одна, только один артист, здесь Екатеринбург конечно на три шага слово обошел, потому что кроме Зенфиры у нас сейчас плин не бывает поэтому нам очень кажется здоровским тем, что вся энергия фанатского передвижения, которое точно будет, мы уже сегодня знаем цифры из РЖД, из разных авиаперевозчиков о том, какие вообще перемещения запомнированы в все это анализируется и все это позволяет говорить о том, что точно, совершенно у людей будет такое настроение, настроение праздника, настроение поездки, мне кажется, будет более легкий подъем с тем, чтобы приехать из Тюмени, из Крымсийска, то есть из Челябинска, все ближайшие большие города, мы ближе к ним, чем многие другие, и я думаю, что в радиусе тысячи километров совершенно точно люди будут приезжать и они будут понимать, что они могут захватить, приехать в Екатеринбург, хоть у нас и нет матчей, но здесь есть такой фестиваль. До этого, 7-го июня, четвертьфинала, 10-го, 11-го уже полуфинала, то есть уже будут точно, совершенно зрелищные рейтинговые матчи, мне кажется, мы очень удачны, с точки зрения даты тоже, ближе к финалу, ближе к концу, 15-го июня, финал, то есть будет нарастать точная интрига, тоже, тоже, и здесь все соединяется. Коллеги, ЕТВ, пожалуйста. Андрей Варкентин, ЕТВ, можете рассказать о программе «Понзоны в другие дни», потому что я посмотрел, например, «Нижний Новгород» уже выяснил, можно расписание концертов, там более 15-ти артистов, но разного, вот там Ивановичка Интернешнл, Леонид Агутин, в том числе из Енфира, но и западные группы, то есть довольно много, а у нас, я так понимаю, кроме Чаева и Енфира никого не будет, да? Как минимум, два, ну это я понял. не знаю, может, какой-то горчунок, баночка у нас не будет на «Понзоне», мы ведем переговоры с, ну как нам кажется, более такими интересными группами, они может быть не так сильно раскручены, но у нас будет, например, 13-14, в смысле, 23-24, первый уикенд, мы везем питерскую группу, название, которая вам ничего не скажет, но они топовая группа по сальсе, по вот латинско-американскому стилю, скажем так. Мы везем группу Оттава Йо, это питерская группа, которая занимает, творит в стиле такого фолька, современного, очень русского, и, ну это не уныло, это прям здорово и круто. Мы везем дидже на финал, дидже с мировым именем, но имя его мы рассекретировать сегодня точно где будем. Это будет сюрпризы для горожан. Кроме того, что касается количества артистов, нам показалось, что звезды это прекрасно, но в Екатеринбурге есть что-то показать, и мы поэтому, как и в 14-м году, все равно, так или иначе, подключаем местные сообщества. У нас будет большое количество, мы даем выступить кавер-группу в Екатеринбургской. Нам кажется, это правильно. Но когда еще кавер-группа сможет выступить на огромной сцене, войти в некую историю, мы везем и приглашаем очень много детских коллективов, которые будут на открытии 4 человека по 14 числа. Это так же нам кажется классным. Будет специальная программа 19 июня с райским народным хором. Да, это может быть не всем интересно, но это 80 человек в русских народных костюмах с балетной группой, которая в общем переживает, специально готовится для того, чтобы выступить. У нас будет самый большой в России хоровод. Думаю, 19 числа, это матч, когда играет сборный и мы знаем, что такие истории есть, но мы хотим чуть более третий. Как у нас получится судить тем людям, которые там живут. Спасибо. То есть программа «Поэнзона» на самом деле очень больше, чем то, что мы сегодня показываем. Разумеется. Мы ее будем анонсировать после 15 мая, когда у нас будут финализированы все договоренности, когда мы будем точно понимать, что здесь очень строго, с точки зрения тайминга, количество выходов на сцену. Хорошо, спасибо. Коллеги, пожалуйста, по другим факторам. Ну вот, фестиваль, который пойдет в другие города, где выступит Земфир, насколько я понимаю, там выход будет бесплатный. Почему он важный у нас? Это не так, но все выступления Земфира, заявленные в графике, и вход тоже платный. Спасибо. Е1. Е1, здравствуйте, Ленку, за нарубленные два вопроса. Первый по фестивалю 8-го числа есть ли очередность выступлений, будут ли это полноценные выступления, или там какое время отведено на каждого артиста? И второй по билетам будет и удорожание? Билеты будут дорожать. Это, в принципе, наша стандартная практика, когда билет становится дороже для же мероприятия. Предварительно расписание у нас будет дельфин, бидва, земфира, сплин, по длине сетов и точному расписанию я пока не могу сказать. Все еще встать и работать. Возможно, изменится также время открытия стандартная практика. Моменты. Добрый день. Яна Моменты. Здорово, что у нас будет такой фестиваль. Спасибо вам большое. Но все-таки нельзя, мне кажется, игнорировать место проведения, площадку. Все мы помним эти разговоры про парк Маяковского, петиции и так далее против Романа Шадрина. Директор не ушел, он остался. Тем более, недавно заявил, что не будет у нас в парке Маяковского и так далее. Вот, если вы обладаете такими свиньями, то есть, я понимаю, что с той стороны надо этот комментарий. Будет ли что-то с парком в плане внешнего вида изменится он или нет, чтобы нам было не стыдно пригласить таких звезд. Сами цветок дня проведения чемпионата к организации фазы. Мы вновь акцентируем внимание на том, что это сегодня новая благоустроенная территория. Я, конечно, не буду комментировать то, что происходит сегодня в другой части парка Маяковского. Есть руководство, которое, наверное, должно это делать. Мы являемся неким агентством, так сформулировано в основании благоустройства города, мы как дирекция директора мероприятия, которая отвечает за победу фестиваля выращивки. Поэтому я могу рассказать вам все об этом участке парка Маяковского, который специально благоустроен, который сегодня имеет инфраструктуру, которая останется на этом участке после окончания чемпионата мира. Там подведено, что очень важно для таких проектов, подведено электричество, слаботоченные сети, там есть возможность интернета, там есть возможность логистики, подъезды, разъезды, безопасность, эволюционные выходы. Это все сделано, это все было сделано с учетом уже проекта строительства зоны, это все останется, мачное освещение, то есть это по сути будет такая площадь в парке Маяковского, на которой теоретически возможно в дальнейшем проведение больших событий. Эта площадь хороша тем, что она отдельно угрожена и по сути может функционировать независимо от того, что происходит в парке Маяковского, потому что есть отдельный вход, второй зал так скажем в парке Маяковского, где можно больше это делать. И сегодня мне известно, поскольку я общаюсь со многими промоутерами, концертами, фестивалями в нашем городе, мне известно о том, что меня часто люди спрашивают, чтобы дальше есть, я знаю, планы по этому году, по концу лета и по следующему году, 19-м году, чтобы эту территорию задействовать. мы, я со своей стороны буду делать все возможное, чтобы, конечно, эта площадка жила и жила как-то красивой разномерности. Спасибо. Еще вопрос ЭТВ, пожалуйста. Можно уточнить, музыкальный фестиваль единственное будет платное мероприятие, чайка и остальное это все будет бесплатно? Да. Пока да. Ну, в смысле, точно все будет бесплатно. У нас есть игровые дни, в которые точно все бесплатно. Это дни, когда люди приходят все-таки в первую очередь для того, чтобы посмотреть полуфинал Россия-Бельгия. Есть неигровые дни, когда мы можем делать их активацию и здесь также сам город определяет платное или бесплатное. Ну, конечно, в случае с этим фестивалем это бесплатно. Если мы будем делать еще другие активации в другие дни, то мы тогда будем снова это сделать. Спасибо. Вопрос. Наша газета. Здравствуйте, Ольга. Наша газета. Вы затронули уже, что там интимент проведен, какие-то сети. Можете технический момент осветить, как будут организованы трансляции, на каком экране будет, с каким звуком будут смотреть наши горожане в этот матч для футбола? С каким качеством будет реализовано? С каким качеством, в смысле, наши 10 или футбола? А где? Подробнее, да. Как будет обеспечено качество звука, картинки? С чего начать? Это вот такие три книжки. Примерно каждые по 80 страниц. Ответ на ваши вопросы. Как это все будет обеспечено? Если вкратце, то экран 120 квадратных метров, 14,5 метров, трансляции, 20,5 метров, новый экран, нам очень повезло, в нашем городе есть новый экран, в полиэтилене, что называется, и он будет впервые инсталированный, экспортироваться именно на нашей фонзоне. Соответственно, экран имеет, конечно, самые современные характеристики, это разобьердный экран с большой яркостью. Мы проходили в течение нескольких месяцев процедуру согласования, тестирования всего оборудования, которое будет там инсталироваться с ответственным специалистом комитета ЕНИФА. У них есть специальное агентство немецкое, которое должно, ну, и нам, в нашем случае, Кринбург сказала, что да, окей, тот уровень оборудования, который вы предлагаете, соответствует неравреннестандартным подширпным и возможен для эксплуатации на фонзоне, потому что для них фонзона абсолютно приравнена к непосредственно стадионам и матчам с точки зрения безопасности, волонтеров, организации пространства, оборудования и всего прочего. Что касается звука и свет, ну, это мировые бренды, вы, может, название их, наверное, не очень все знаете, но это мировые бренды, туровые комплекты, которые в основном во всех райдерах большинства мировых артистов. именно такое оборудование будет инсталлировано на главной сцене фестиваля болельщиков. Что касается трансляций, ну, интернет, о котором я говорил, он не для трансляции, он, в первую очередь, для того, чтобы болельщики могли иметь бесплатный доступ и это так будет сделано в системе регистрации и на протяжении всего времени работы фестиваля будет бесплатный интернет. Потому что, ну, рекомендация FIFA, и мы понимаем, цифровая эра, безусловно, посты, селфи, хэштеги, все это, разумеется, должно быть доступно даже тем, у кого плохо работает 3G, поэтому вот интернет будет бесплатным для всех. Ну, и также это вопрос безопасности, полная, полная система видеонаблюдения, много, не один десяток видеокамер, все выведено на все пульты необходимые, такие традиционные штабы, с тем, чтобы обеспечить максимальную безопасность посетителям Фанзоу. Спасибо, вопрос, интернет-портал выбирай. Я, как человек, который не побоялся слова пива, в начале, кто будет оператором, я увидел просто, мы, как люди, кто будет оператором футкорта, во-первых, что вы там будете представлять, во-вторых, и, ну, а подходит вестиварная ежегодно, как вы это видите, дальше, чемпионат мира, дай бог, у нас пройдет, очень хорошо, что будет потом, в 19-м году, вашего. Начнем с пива? Конечно. Что будет в меню? Оператором будет компания Restor Management, на наш взгляд, это один из крупнейших операторов в ресторан и деятельности в нашем городе. это также было согласовано с комитетом и всеми необходимыми структурами, мы представляли нескольких потенциальных партнеров и вот совместно сделали в пользу компании Restor Management, потому что там критерии были ресурсы, люди, возможности обеспечивать комфортное есть очень жесткие требования в плане обслуживания каждого клиента временные, есть очень жесткие требования в плане ассортимента, чтобы он в том числе это же от требований безопасности, там стекло не стекло, разливать, не разливать, это все тут более полугода ведется эта работа, на сегодняшний день мы имеем финальную картину по, у нас по сути два два объекта, это вот ресторан и зона футборта, все готово, проект готов, вот с комитетом мы начинаем строиться, что касается ассортимента меню, он небольшой в футкорте, опять же с тем, чтобы ускорить процесс обслуживания, мы очень не хотим больших очки идей, и все все было, и в плане меню, помимо привычного набора, хот-доги, сэндвичи, сэндвичи, снэки, пива, кока-кола и все остальное, мы еще добавляем некого райского колорита, все-таки будут пельмешки, вкусные сарады, мясо, но тем не менее это должно все удобно есть, чтобы можно было стоили, сидели, езжи, и все разные. Ресторан это немножко другая история, туда можно прийти всей семьей, рядом, в детскую зону, там будет чуть больше ассортимент, но оно тоже, конечно, не как в невероятном ресторане, но он будет чуть добавлен, салатов, плов, я точно знаю, и чуть-чуть больше вариаций по напиткам. Спасибо, Екатерина, вам вопрос про будущее. Мы изначально когда приняли решение о том, что мы хотим подписать этот фестиваль, мы сразу думали о том, что он должен быть ежегодно, но утверждать то, что будет он в 2019 году, пока рано, нужно посмотреть, как пройдет этот, что будет с площадкой в следующем году, потому что такой посещаемый фестиваль практически нет, больше, что проводить в Сербурге, а мы хотим сделать именно не загородным, фестиваль, а городской. Посещаемый, посещаемый городской фестиваль. Вы стоили, где-нибудь. Да, посмотрим, как будут идти продажи. Нам кажется, что цена на билеты очень разумная, я бы сказала, тоже низкая. Если сложить стоимость отдельно каждого билета на конкретные даже, это сумма будет больше 10 тысяч рублей. Поэтому посмотрим. Я надеюсь, что фестиваль пройдет успешно и станет отличным залогом на будущее. Прошу, спасибо, коллеги. Что ж, мы благодарим вас за внимание в музыкальном фестивале и я, спасибо, Спасибо.